Альхамду лилляхи Роббил Алямин. Вассалату ассаламу аля Ашрафил Анбия и Вальмурсалин. Набии на Мухаммадин, ва аля Алихи, ва сахпихи, ва манихтада бихадихи, и ла Явмиддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сёстры, рад вас приветствовать. Сегодня мы по милости Аллаха приехали к нашему уважаемому шейху Абдуллаху Найману, да хранит его Аллах, Хасым. И мы будем читать ему короткое послание, которое называется «Нава qodul Islam», то есть те действия, которые аннулирует ислам, делают его недействительным. Это послание является очень важным, так как в нём затронуты очень важные вопросы, в которых нуждается мусульманин. И передаём слово нашему уважаемому шейху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва шейха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва рахматуллахи ва рахматуллахи. Книга «Действия, нарушающие Ислам», автором которой является шейх-ул-ислам имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да помилует его Аллах. Автор, да помилует его Аллах, сказал, «Знай же, что действий, нарушающих Ислам, десять». Автор, да помилует его Аллах, пишет, «Знай же, что действий, нарушающих Ислам, десять». Нарушающие — это то, что противоположно чему-то утвержденному и установленному. Действия, нарушающие Ислам, — это такое действие, при совершении которого мусульманин оказывается вне религии Ислам и впадает в куфр. Действий, нарушающих Ислам, много. Они не ограничены десятью. Их десятки. И ученые составили целые труды, разбирая их. Однако шейх имеет в виду, что перечисленные десять действий, нарушающих Ислам, — это то, что чаще всего совершается людьми. Он ограничился ими, потому что они имеют наибольшее распространение. Первое — это ширк в поклонении Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах сказал, «Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все менее тяжкие грехи, кому пожелает. А также сказал, «Воистину, кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников». К нему относятся жертвоприношения не для Аллаха, подобно тому, когда кто-либо режет животное для джинна или покойника в могиле. Это первое действие, нарушающее ислам. Автор сказал, «Первое — это ширк в поклонении Всевышнему Аллаху. Аллах сотворил своих рабов для того, чтобы они поклонялись только Ему одному. Поэтому тот, кто поклоняется кому-либо наряду с Ним, нарушает это веление. А Аллах принимает только те поклонения, которые совершаются только ради Него и в которых нет ни доли для кого-то другого. Если поклонение было совершено Аллаху и кому-либо из творений, то это и есть ширк, который Аллах Субханаху ва Тааля не прощает тем, кто умер в Нем. Аллах прощает его только при покаянии в Нем и возвращении к Таухиду, то есть когда поклонение посвящается только одному Аллаху Субханаху ва Тааля. А ширк — это многобожие, когда поклонение делится между Аллахом и кем-либо из творений. Ведь все творения от первого и до последнего, все они поклоняются Аллаху, однако они избирают в себе другой объект для поклонения вместе с Аллахом. А что касается того, когда человек поклоняется только кому-либо, помимо Аллаха, то этого не существует. Аллах Субханаху ва Тааля сообщил нам, что многобожники прибудут в огне, сказав, «Воистину кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай». Его пристанищем будет гиенна, и у несправедливых не будет помощников. Несправедливый — это тот, кто посвятил поклонение не тому, кому положено. Потому что поклонения должны быть посвящены только Аллаху Субханаху ва Тааля. Тот, кто посвятил какую-либо часть поклонения не Аллаху, такой человек совершил несправедливость. А поклонение — это совершение того, что приказал Всевышний Аллах, и удаление от того, что Он запретил вместе с любовью к Аллаху Субханаху ва Тааля, с Его возвеличиванием, унижением перед Ним, и со страхом и надеждой. Это и есть поклонение, приказанное Всевышним Аллахом. Также необходимо, чтобы поклонение совершалось в соответствии с руководством посланника Аллаха Салиллаху алейхи ва Салям. Потому что любая вещь, которую посланник алейхи ва Салату ва Салям не приносил, и которую он не повелевал, не является поклонением. Затем автор сказал, к нему относятся жертвоприношения не для Аллаха, потому что жертвоприношение для Аллаха Субханаху ва Тааля — это поклонение. Поэтому тот, кто принесет его не Аллаху, такой человек впадает в большой ширк. И если человек умрет в таком состоянии, он навечно окажется в аду и никогда не будет прощен. Зачастую бывает так, что когда джинн поражает кого-либо из людей, они приносят ему жертву, чтобы он вышел из этого человека. Потому что этот джинн знает, что это куфр. Он доволен куфром, так как он является шайтаном. Он выходит из человека, чтобы искусить этих людей этим, и чтобы они стали приносить больше жертв джиннам. Также жертвоприношение покойнику в могиле, когда человек режет животное, желая тем самым приблизиться к мертвому и надеясь, что он исполнит его нужду. Это также действие, нарушающее ислам и являющее куфром. Второе — человек, устанавливающий между собой и Аллахом посредников, к которым он обращается с мольбами, просит у них заступничества и уповает на них. Он становится кяфиром по единогласию. То есть второе действие, нарушающее ислам, когда человек берет между собой и Аллахом посредников. Установление между собой и Аллахом посредников, то есть когда человек взывает к ним, желая через них приблизиться к Аллаху, прося у них заступничества. Это является куфром. Автор сделал это дело вторым отдельным действием, нарушающим ислам, потому что многие люди совершают его, тогда как оно входит в первое действие, нарушающее ислам, так как оно относится к ширку. А ширк — это, как мы уже упоминали, когда что-либо из поклонения посвящается кому-то еще помимо Аллаха. Как известно, поклонение должно быть посвящено только одному Аллаху. Поэтому тот, кто посвятил его не только Аллаху, совершил ширк. Затем этот человек, просящий заступничество у мертвого или отсутствующего, который не может сделать этого, а также просящий у него обратиться за него с мольбой, придал Аллаху, субханаху ва тааля, соучастников поклонений, потому что это относится к делам, на которые способен только Аллах. Ведь только он один знает сокровенное и слышит мольбы, обращенные к нему, несмотря на то, что он, субханаху, находится на своем троне, а человек находится на земле, так как ничего не скрыто от него. А что касается творений, то они неполноценны, и они могут ответить только в том, что им сделал подвластным Аллах. И нельзя сказать, что Аллах сделал подвластным заступничество для некоторых угодников. Мы скажем, что это ложь, так как Аллах, субханаху ва тааля, сделал заступничество подвластным только себе. Как сказал сам Всевышний Аллах, скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком. Заступничество – это одна из причин многобожия с давних времен. Многобожники взывают к мертвым и живым, говоря, заступитесь за нас, тогда как Аллах, субханаху ва тааля, сообщил нам, что заступничество может произойти только тогда, когда он позволит заступающемуся заступиться. И когда он будет доволен тем, за кого заступаются. Поэтому для заступничества необходимы эти два условия. Первое, чтобы Аллах позволил заступающемуся заступиться. Второе, чтобы Аллах был доволен тем, за кого заступаются. Если кто-то будет просить о заступничестве при отсутствии хотя бы одного из этих условий, то эта просьба будет ширком. Исходя из этого, мы скажем, что заступничество, упомянутое Всевышним Аллахом в его книге, делится на два вида. Первый вид – это заступничество, которое произойдет. Второй вид – это заступничество, которое не произойдет. Заступничество, которое произойдет, оно произойдет с его позволения и при его довольстве тем, за кого будут заступаться. Второе – это заступничество, которое не произойдет. А это просьба многобожников к их божествам, чтобы они заступились за них. Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Третье. Тот, кто не выносит такфир многобожникам или сомневается в их куфре, или считает правильным их учение, такой человек становится кяфиром. Это третье действие, нарушающее ислам. Тот, кто не выносит такфир многобожникам или сомневается в их куфре, или считает правильным их учение, такой человек является кяфиром. О положении того, кто не поклоняется Аллаху, пришли ясные тексты, указывающие на его куфр, а также на то, что если он умрет в таком положении, то он окажется в аду. Тот, кто не выносит ему такфир, он считает ложью книгу Аллаха, а также его посланника, поэтому он становится кяфиром. Это касается тех, чей куфр явен и на чей куфр указал Господь миров. Подобно иудеям, которые отказались принимать миссию посланника Аллаха, а также подобно христианам и другим из числа тех, кто не принял послание и не последовал за посланником Аллаха. Такие люди являются кяфирами, а тот, кто сомневается в их куфре, сам становится кяфиром. Однако это не так, как об этом заявляют некоторые люди, когда выносят такфир какому-то определенному человеку, говоря «это кяфир», а затем говорят «тот, кто не выносит ему такфир, тот сам кяфир». Это заблуждение и невежество, далекое от истины. Потому что тут имеется в виду многобожник, в многобожии которого никто не сомневается. Тот, кто не выносит такфир именно такому многобожнику, он сам становится кяфиром. Или имеются в виду те, на чей куфр указал Всевышний Аллах в своей книге. Тот, кто не выносит им такфир, сам станет кяфиром. До каждого мало свое благодеяние. Четвертое. Тот, кто убежден в том, что какое-либо руководство более полноценно, чем руководство пророка, саллиллаху алейхи и ассалям. Это также одно из действий, нарушающих ислам. Когда человек убежден в том, что у него есть руководство и дорога в рай, помимо шариата, помимо шариата, с которым пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и ассалям. Подобно тому, кто, например, говорит, что дороги в рай многочисленны. Подобно тому, что упомянул Аллах, субханаху атааля, о том, что произошло с хидром и мусой. Так как у хидра были манхаджи и шариат, которые Аллах внушил ему, и который отличался от шариата мусы. Мы скажем, что все это ложь и заблуждение. Да, это было, но оно уже отменено шариатом Мухаммада, алейхи саллиллаху алейхи и ассалям. Поэтому никому не дозволено противоречить ему. Поэтому, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и ассалям, увидел в руках Умара ибнуль-Хаттаба листок из Таурата, он разгневался и сказал, «Я пришел к вам с белой, чистой дорогой. Клянусь Аллахом, если бы мой брат Муса был жив, то ему было бы велено лишь последовать за мной». «Не существует пути в рай, кроме следования за посланником Аллаха, алейхи саллиллаху ассалям». То есть, имеется в виду следование за ним в том, что он принес, подчинение его приказам и запретам, и его шариату, который он узаконил. «Не существует другого пути, ведущего к безопасности и к спасению от наказания, кроме следования за посланником Аллаха, алейхи салату ассалям. Тот, кто убежден в том, что он может следовать другому пути, является кафиром. Он не верует в то, что принес Пророк, саляллаху алейхи салям, что является действием, нарушающим ислам. Подобно убеждениям, которые имеют некоторые суфи, считающие, что им дозволено следовать путями, тарикатами, которые им разукрасил шайтан. Это явное заблуждение. Или считает, что чей-либо суд лучше его суда. Подобно тем, кто предпочитает законы тагутов его закону. Такой человек является кафиром. Также, когда кто-то заявляет, что какой-либо из выдуманных людьми законов является хорошим, или что он лучше того, с чем пришел посланник Аллаха, саляллаху алейхи салям, или равен ему. Как сказал Аллах, субханаху алейхи салям, «Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания?» Они веруют в джипта и тагута и говорят ради неверующих, «Эти следуют более верным путем, чем верующие. Они те, кого проклял Аллах». Также сказал Всевышний, «Но нет, клянусь твоим Господом. Они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе истеснение от твоего решения и не подчиняться полностью». Аллах, субханаху ата'аля, поклялся самим собой, что ни у кого не будет веры, пока он не сделает посланника Аллаха, алейхи саляту ассалям, и то, с чем он пришел, судьей во всех спорных вопросах, будь то вопрос вероубеждения, фикха, или другие вопросы. Необходимо, чтобы судьей во всех этих вопросах был шариат посланника Аллаха, алейхи саляту ассалям. Затем, только одного этого не будет достаточным, так как обязательно должно быть довольство. Человек должен быть довольным решением шариата и подчиниться ему, то есть он не должен возражать, и у него внутри не должно быть злобы и стеснения к тому, чтобы последовать этому решению. Напротив, он должен быть довольным, радостным и принимающим это решение без какого-либо колебания. А тот, кто не поступает таким образом, он не имеет никакого отношения к верующим. Пятое. Тот, кто возненавидел что-либо, с чем пришел посланник Аллаха, алейхи саляту ассалям, такой человек стал кяфиром по единогласию, даже если он совершает это дело. Доказательство на это слова Всевышнего, это потому, что они возненавидели неспосланное Аллахом, и он сделал тщетными их деяния. Это качество лицемеров, которые ненавидят посланника, салиллаху алейхи ва салям, или ненавидят то, с чем он пришел. То же самое касается кяфиров, которые предпочитают другие шариаты, его, салиллаху алейхи ва салям, шариату, или предпочитают выдуманные законы исламскому шариату. Это также одно из самых великих действий, нарушающих ислам, когда кто-либо ненавидит то, с чем пришел посланник, салиллаху алейхи ва салям. Автор сказал, слова «кто возненавидел что-либо», подразумевают как что-то великое, так и что-то малое, даже если это будет обычная сунна, которая приводится от него, алейхи ва салиллаху алейхи ва салям. Если человек возненавидит это, то он станет кяфиром, потому что он обязан любить то, с чем пришел посланник, алейхи ва салиллаху алейхи ва салям, как это предшествовало в аяте. Также обязательно выполнять это и довольствоваться этим. А если человек возненавидит что-либо из этого, то это признак лицемерия. Мы скажем, что тот, кто возненавидел что-то, с чем пришел посланник, даже если это обычная сунна, подобно мисваку, тот, кто возненавидел его потому, что это мисвак, узаконенный посланником, такой человек оказывается вне религии ислам. Необходимо, чтобы все положения шариата принимались человеком и чтобы они не раздражали его. Напротив, он должен любить их, быть доволен ими и знать, что они – причина верного руководства и спасения от наказания в мире этом и в мире следующем. Поэтому Аллах, Субханахуа Тааля, сказал, «Это потому, что они возненавидели неспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния». Тут не имеется в виду, что они возненавидели абсолютно все, что не спасал Аллах. Достаточно, если они возненавидят хотя бы что-то из того, что не спасал Всевышний Аллах. Относительно этого имеется единогласие ученых. Шестое – тот, кто насмехается над чем-либо из религии посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, или над вознаграждением или наказанием Аллаха, такой человек становится кяфиром. Шестое действие, вводящее из ислама, это насмехательство над Аллахом, или над его посланником, или над чем-либо из его религии. Насмехательство – это когда религию берут предметом шуток, не относясь к этому серьезно. Когда человек насмехается над чем-либо из религии, то как будто он имеет что-то лучшее, он считает религиозное дело чем-то несерьезным, а того, кто совершает это дело, он считает неразумным и неблагочестивым, а также не считает его из числа тех, кто совершает дела, которые разум видит хорошими. Аллах Субхану Та'аля сказал, «Если ты их спросишь, они непременно скажут, мы только болтали и забавлялись. Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали. Всевышний Аллах указал на то, что эти люди стали кафирами по причине своих насмешек после того, как были верующими. Это относится к тому, что совершают многие люди, насмехаясь над чем-то из религии или насмехаясь над религиозным человеком из-за его религиозности. Тот, кто насмехается над таким человеком, такой совершил это действие, нарушающее ислам, что происходит очень часто, просим у Аллаха благополучия и безопасности. Также сюда относятся те, кто насмехается над посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, подобно тому, кто изображает его в неподобающем виде, не в том облике, в котором его сотворил Аллах. Даже несмотря на то, что это является ложью и наговором, подобно тому, что сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разве вас не удивляют эти люди, которые обзывают меня муземмом, порицаемым, тогда как я Мухаммад, хвалимы, и как Аллах отвращает от меня их обиды. Эти люди рисуют что-то выдуманное, так как это не посланник Аллаха. Они рисуют это, но тем не менее, по этой причине они становятся кяфирами, потому что они насмехаются над посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. То же самое касается насмешек над аятами Аллаха или над чем-то из его религии. Что касается насмешек над посланником Аллаха, призывания на него проклятия или его поношения, то грех этого более велик и губителен. Поэтому хукам того, кто совершил подобное, то, что он приговаривается к смерти в любом случае, и от него не принимается покаяние, является обязательным убить того, кто насмехается над посланником Аллаха или издевается над ним. Ведь это шариатский хукам. Независимо от того, был он мусульманином изначально или он не был мусульманином. И его покаяние не принимается, если он скажет, что он покаялся и отказался от этого. Не разрешается принимать его покаяние. Подобно этому насмешке над Аллахом, субханаху ата'аля, его проклятие или поношение и так далее. За все это не принимается покаяние человека. Но это только в этой жизни. А что касается последней жизни, то дело этого человека предоставляется Аллаху. Да, каждому Аллах свое благодеяние. Седьмое – колдовство. И к нему относятся приворот и отворот. Тот, кто совершит его или доволен им, такой становится кяфиром. Доказательство на это слова Всевышнего, но они никого не обучали, не сказав, «Воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Бывают разные виды колдовства. Однако истинное колдовство может осуществляться только при помощи и содействии шайтанов, когда к ним обращаются за помощью, как об этом упомянул Аллах Субханаху ва Тааля. Именно это является куфром. Тот, кто совершил колдовство или попросил колдуна, чтобы он совершил его для него, или доволен колдовством, то хукм этого человека то, что он стал вероотступником и вышел из религии Ислам. Так как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы. И они обучали людей колдовству, а также тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Мааруту. Но они никого не обучали, не сказав, «Воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой. И до конца аята. Этим Всевышний Аллах разъяснил, что колдовство — это куфр, и что те, кто обучал их этому, то есть Харут и Марут, они говорили тем, кто приходил к ним, чтобы обучиться колдовству, «Воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Это было искушением, которое Аллах сделал для тех, кого желал испытать им. Колдовство очень распространено среди людей, и оно является знанием, которому обучаются. Это является известной вещью. Колдовство бывает двух видов. Истинное и воображаемое, как сказал Аллах Субхану Ху-Та-Аля. И тут ему представилось, что их веревки и посох и от их колдовства пришли в движение. Но суть в том, что колдовство может осуществляться только при совершении многобожия и только при подчинении шайтану. Шайтан сотрудничает с колдуном и происходит то, что пожелал и предопределил Аллах своим вселенским желанием и предопределением, в которое входит все, что происходит во вселенной. Но это не входит в религию Ислам. Поэтому колдовство считается куфром, а тот, кто обучается ему, совершает его, или попросил колдуна, чтобы тот совершил его для какой-то пользы, которую он получит, такой человек становится вероотступником, вышедшим из религии Ислам. До каждого мало свое благодеяние. Восьмое. Помощь многобожникам против мусульман и их поддержка в этом. Доказательства на это слова Всевышнего, о те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками-друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками-друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Восьмое. Помощь многобожникам против мусульман и их поддержка в этом. Поддержка — это когда кто-то прикрывает спину и тыл другого человека, помогая ему. То есть когда тот, кому он помогает, полагается на него. Когда один человек помогает другому оружием или своей силой, или советом, и словесной поддержкой, и так далее. Все это куфр в отношении Аллаха, субханаху ва тааля, выход из религии, ислам и вхождение в число многобожников. Потому что мусульманин обязательно должен враждовать с многобожниками и ненавидеть их, показывать свою вражду и ненависть к ним, потому что они являются врагами Аллаха. А если кто является врагом Аллаха, то мусульманину обязательно враждовать с ним. А если мусульманин приносит им пользу, помогая им против мусульман и так далее, то тем самым он проявляет любовь к ним и дружит с ними. Тогда как любовь к многобожникам — это куфр в отношении Аллаха, субханаху ва тааля. Как сказал Аллах, субханаху ва тааля, среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Также он, Всевышний, сказал, «О, те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Он является одним из них в хукме и по исходу». Итак, есть много текстов из книги Аллаха и сунны Его посланника, саляллаху алейхи ва салям, которые указывают на то, что тот, кто помог многобожникам против мусульман и поддержал их в этом, такой человек вышел из религии ислам, так как это относится к действиям, которые аннулируют ислам и делают того, кто совершил это действие, вероотступникам, вошедшим в куфр. 9. Тот, кто убежден в том, что некоторым людям дозволяется выходить за рамки шариата пророка Мухаммада алейхи саляту ва салям, подобно тому, как было дозволено хидру выходить за рамки шариата Муса алейхи салям, такой человек является кафиром. 10. Это потому, что Аллах, субханаху ата'аля, сказал, воистину религией у Аллаха является ислам. 11. Также Он сказал, от того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято. 12. Не существует ничего, в чем могло бы быть избавление от наказания Аллаха в этом и в последнем мире, кроме следования за посланником Аллаха саляллаху алейхи ва салям, 12. Руководство Его шариатом как законом, любви к Нему и искренности во всем этом. 13. А если какой-либо человек убежден в том, что существуют иные пути помимо этого, и что иудеи, христиане и другие преуспеют, и что они на верном пути, то это является куфром, потому что этот человек счел ложью слова Аллаха саляллаху алейхи ва салям, и миссию посланника Аллаха саляллаху алейхи ва салям. Автор упомянул это, сказав, тот, кто убежден в том, что некоторым людям дозволяется выходить за рамки шариата пророка Мухаммада алейхи саляллаху ассалям, потому что некоторые суфии проявляют крайность в этом вопросе. Они говорят, что пути к Аллаху многочисленны, следуя по которым человек может преуспеть, так как у хидра был свой шариат, отличен от шариата мусы. Кто говорит подобное, они являются заблудшими. Более того, они кафиры и не имеют никакого отношения к мусульманам. Тот, кто убежден в том, что возможно достичь рая, не следуя по пути пророка Мухаммада алейхи саляллаху ассалям, такой человек является кафиром, вышедшим из религии ислам, и он окажется в огне ада. Потому что Аллах субханаху ата'аля сообщил нам, что он принимает от творений только ислам, с которым пришел посланник, саляллаху алейхи салям. Также тот, кто желает иного пути, не следует верному руководству и является заблудшим. А исходом заблуждения будет огонь ада. Да, каждому Аллаху свое благодеяние. Десятое. Игнорирование религии Всевышнего Аллаха, когда человек не изучает ее и не действует в соответствии с ней. Доказательство на это слова Всевышнего, кто может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них. Воистину мы отомстим преступникам. Это десятое действие, нарушающее ислам человека, из числа тех действий, на которых автор пожелал ограничиться. А вообще таких действий очень много. Например, ханафиты, последователь имама Абу-Ханифы, да помилует его Аллах, сильно расширили этот раздел, упомянув такие вещи, которые не упоминали до них другие ученые. Все эти вещи они назвали куфром и считают, что их совершение выводит из религии ислам. Этот десятый пункт – это игнорирование религии Аллаха, когда человек не изучает ее и не действует в соответствии с ней, не заботясь об этом и не обращая на это внимания. Если посмотреть на сегодняшнюю реальность, то мы увидим, что большинство людей впали в этот вид куфра. Они довольствуются мирской жизнью, игнорируя религию Аллаха, субханаху ва-та'аля. К тому же они могут добавить неверие сверх этого, считая религиозных людей отсталыми, зацикленными на прошлом и что они придерживаются взглядов, не подходящих для современности. То есть, среди людей есть такие, кто добавляет в себя один куфр поверх другого, так как куфр имеет разновидности и степени. Суть сказанного заключается в том, что обязательно нужно заботиться о религии, изучать ее и изучать ее язык. Нужно стараться понять заповеди Всевышнего Аллаха и следовать им, а также говорить то, что приказал Аллах, и руководствоваться этим. Также человек должен подчиняться посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и следовать за ним. А если человек отворачивается от этого, то он является кафиром, так как Аллах, субханаху та'аля, сказал, «Кто может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину мы отомстим преступникам». Всевышний причислил таких людей к преступникам, которым он, субханаху, отомстит в будущем. Да, окажет вам Аллах свое благодеяние. Нет разницы между всеми этими действиями, нарушающими ислам, если человек совершает их в шутку, всерьез или из-за страха, кроме принужденного. Опасность всех этих действий очень велика, и чаще всего люди попадают именно в них, поэтому мусульманин должен остерегаться их и бояться за себя, чтобы не попасть в них. Мы прибегаем к Аллаху от того, что может стать причиной его гнева и его мучительного наказания, и да благословит Аллах самое лучшее из своих творений, Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников. Автор сказал, что нет разницы между этими десятью действиями, нарушающими ислам, если человек совершит что-либо из них всерьез или в шутку. Подобно тому, когда человек играется, смешит людей и так далее. Все это будет куфром и выходом из религии ислам. То же самое относится и к тому, кто совершил что-то из этого из-за страха, когда ему угрожали, потому что человек обязательно должен крепко держаться своей религии, кроме принужденного. А это тот, кому говорят, «Мы убьем тебя, если ты не скажешь что-то или то-то», или «не сделаешь что-то и то-то». Но вместе с тем, ученые говорят, что действие куфра, в котором учитывается принуждение, ограничивается на словах и не распространяется на дела. Ты можешь сказать только слова, потому что только относительно них пришли тексты. То есть, когда человека принуждают сказать слово куфра, например, поругать религию и подобное этому. В этом случае дозволяется человеку сказать подобные слова, но при условии, чтобы его сердце было стойко и не сомневалось в вере. Этими словами он лишь защищает себя от того, чтобы его не убили и только. Именно такой человек оправдывается, как нам сообщил об этом Аллах, Субханаху и Тааля. Затем, эти десять действий, упомянутых автором, они являются самыми опасными, и люди чаще всего совершают именно их. Это происходит очень часто, так как многие люди не знают этих вещей и не обращают на них никакого внимания. Поэтому мусульманин обязан о стерегациях и бояться за себя, чтобы не впасть в них. также он должен совершать дела, которые будут защищать и предохранять его от совершения подобных действий. А это следование истине и ее изучение с доказательствами, которые пришли в книги Аллаха и в Сунне. Просим у Аллаха, Субханаху и Тааля, чтобы он избавил нас и всех мусульман от причин, приводящих к его гневу и к его мучительному наказанию. И да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада. Да воздаст вам Аллах благом, шейх, и да запишет он вам за это награду. На этом мы завершим наш урок. Всем баракаллаху и кум за внимание и до новых встреч. Ассаляму алейкум, рахматуллаху и баракату.